Екатерина Бек живет в этом ветхом доме на улице Инжирной с рождения, как и ее родители. А получали здесь жилье в далеком 51-м ее дедушка и бабушка. С тех пор дом ни разу не ремонтировался. Экспертиза признала его аварийным. В доме 10 квартир 51-го года. В доме изначально нет ни горячей воды, ни душа, ни ванны, отопление печное. Уже полдома расселено. Екатерине повезло. Предложили жилье в соседнем микрорайоне. На Мамайке. Туда сегодня она и отправилась вместе с нашей съемочной группой. Нравится и район, недалеко от прежнего жилья. И новостройка впечатлила. Сегодня Екатерина впервые перешагнула порог пока еще строящейся квартиры. Три изолированные комнаты, большие коридор и кухня. Впечатление хорошее, приятное. Вид потрясающий. Я думаю, хорошо, что сохраняется зеленая зона. Мы рады, что это свершилось. В этом году администрации города приобретено 5 650 квадратных метров. Запланировано приобрести еще 6 341. В этом году расселяется 12 аварийных домов. Ждут новоселье до конца года 343 человека. Согласно региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, жители получают квартиры, как говорится, метр в метр. Ну, не всегда получается, естественно, метр в метр. Немножечко получается улучшение жилищных условий. Однако, что касается стоимости изымаемой квартиры и стоимости предоставляемой, здесь, естественно, происходит улучшение жилищных условий, увеличение стоимости жилья. Программа переселения из ветхого аварийного фонда в новое жилье продлится до 1 сентября 2017. За это время, благодаря администрации города, новоселами станут еще 477 сочинцев.